МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внимание уделили созданию новых рабочих мест в Тольятти и подготовке к празднованию 50-летия выпуска первой машины с конвейера «Автоваза». Строительство социальных объектов – одна из главных тем на встрече председателя правительства России и губернатора Самарской области. Речь шла о возведении новых школ в рамках федеральной программы. Только в прошлом году регион получил 862 миллиона рублей. Это самый большой объем финансирования среди других субъектов страны. Николай Иванович Меркушкин отметил, что два новых учреждения в микрорайонах «Крутые ключи» и «Волгарь» уже работают с 1 сентября 2016 года. Еще одна на полторы тысячи мест заработает в Южном городе. Большие школы – это в целом ряде случаев способ создать особые условия для образования. Потому что мы раньше всегда боялись больших школ, но на самом деле в больших школах зато очень качественно можно решать целый ряд задач образовательных. Это такой, может быть, тренд. Это не везде нужно делать, но в крупных районах, вот таких спальных районах, где много людей живет, это нормально. Как раз сейчас в Южном городе проживает порядка 100 тысяч человек, а к 2030 году это число возрастет до 300 тысяч. Поэтому появился вопрос о строительстве еще одной школы. Николай Иванович Меркушкин отметил, потребность в новых зданиях большая. Уже сейчас готовится проектно-сметная документация для возведения еще шести учреждений. Мы берем 28 школ на строю, и остальные – это капитальный ремонт. То есть не текущий ремонт, а для серьезных вложений. Сейчас в этом году мы идем еще в руках этой программы. Одна на 1500 мест – экспериментальная школа. В школе Южного города будет пять спортзалов, медиа-центр, различные лаборатории и даже студия звукозаписи. Всего же в 2017-м заработает четыре новых образовательных учреждения. Также в ходе встречи губернатор доложил о строительстве детских садов в регионе. За последние годы построено и реконструировано 67 зданий, открыто более 30 тысяч дополнительных мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Глава региона отметил, что потребность есть и сейчас из-за роста рождаемости. Поэтому ежегодно будут возводить по 9-10 новых детсадов. Отдельно затронули тему жилья. С начала этого года увеличивается количество людей, которые покупают квартиры в рамках ипотечного кредитования. Мы должны выйти в эту задачу, мы уже достаточно давно перед собой ставили, на кредитную ставку в размере 6-7% по всей стране. И я считаю, что макроэкономические условия для этого в целом созрели. Многотирным семьям сейчас дополнительно ставку будем частично компенсировать. И по программе живем молодых семей. У нас там 12 тысяч очередь. В основном долятинцы порядка 7 тысяч. Мы хотим на будущее 200 миллионов на погашение части ставки отдать этим категориям, чтобы эта ставка была та примерно, которую мы назвали. Мы в самый большой объем долю строим программу «Жилье для российской семьи», которую правительство Российской Федерации определило в новых застройках. Мы получили самую большую сумму по стимулу, которая стимулирует вот такие новые застройки в рамках программы «Жилье для российской семьи». Количество участников этой программы в Самарской области увеличилось почти до 9,5 тысяч человек. Этого удалось добиться благодаря тому, что появились готовые квартиры эконом-класса по средней цене за квадрат 35-37 тысяч рублей. Да и объемы ввода жилья в эксплуатацию впервые в истории вышли на рекордные показатели. Только в 2015-м в эксплуатацию ввели 2 миллиона 200 тысяч квадратных метров. На встрече премьер-министр много внимания уделил Тольятти. Главой Кабмина даны поручения по созданию новых рабочих мест. Речь идет о пилотной программе, которая должна заинтересовать предприятие. К тому же Автоград получил статус территории опережающего развития, поддержит город и в рамках празднования 50-летия выхода первой машины с конвейер-завода. Это событие по инициативе самих тольяттинцев и поддержке главы государства получило общероссийский масштаб. Посмотрели еще раз программу празднования. И он дал дополнительное поручение для того, чтобы министерство и министерство финансов искал источники по текущему году и по будущему году, профинансировать те объекты, которые мы планируем здесь построить в ближайшие год-два. Но, естественно, программа более долгосрочная. Договорились, что ежегодно он будет возвращаться к этому вопросу, рассматривать, что сделано и что надо будет сделать, и какая помощь нужна от премьер-министра. К 2020 году здесь построят новые соцобъекты – детские сады, школы, поликлиники, спортивные комплексы и дороги. Инвестиции – десятки миллиардов рублей. Нынешнее время называют для Тольятти четвертым рождением. Рассматривался на встрече и вопрос строительства и ремонта дорог. В этом году запланированы небывалые объемы работ. На их выполнение будет направлено из бюджетов всех уровней более 27 миллиардов рублей. Это самая большая сумма среди всех субъектов страны. До чемпионата мира по футболу осталось не так много. Сколько именно, можно теперь узнать на улице Ленинградской. В Самаре запустили специальные часы. Они работают во всех городах, которые примут матчи Мондиаля. Сейчас регион активно готовится к главному первенству планеты. Строятся дороги, объекты и, конечно, главный из них – это стадион. На этой неделе звездная команда послов чемпионата мира по футболу, которая представляет Самару, пополнилась еще одной спортсменкой. В их числе оказалась Анастасия Мыскина – капитан сборной команды России по теннису. Обо всем по порядку в нашем материале. Анастасия Мыскина теперь не только титулованная теннисистка и капитан сборной России. Спортсменка вошла еще в одну звездную команду. Стала седьмым послом Самары – города-организатора чемпионата мира по футболу в 2018 году. Теперь и ее автограф красуется на красаве. Это очень ответственная на самом деле задача, мероприятие для меня. И огромное спасибо, что пригласили стать послом. Очень много видела разных фотографий других послов, даже из других городов. Мне всегда было интересно окунуться в эту атмосферу. Продвигать спорт и здоровый образ жизни, представлять Самару на российском и международном уровне среди основных обязанностей. Тем более, что в нашем городе пройдет шесть матчей чемпионата. Игры группового этапа – одна восьмая и четверть финал. Для нас очень важно не только, чтобы человек был звездным спортсменом, но чтобы умел выстраивать соответствующие коммуникации и был популярен. Анастасия как раз – это соединение, чудесный сплав вот этих всех качеств, необходимых для посла. Анастасия Мыскина часто бывает в Самаре. Признается – полюбила красивые волжские пейзажи. В графике первых официальных мероприятий уже в новом статусе все же удалось выкроить время для прогулки. После чего последовала череда мастер-классов для юных спортсменов. С детьми отрабатывает подачу и точные удары. Есть небольшие замечания, но подготовка у учеников Самарской школы высокая, говорит Анастасия. Попотеть пришлось и ей самой, только не с теннисным мячом, а с футбольным. Как идет подготовка к мировому первенству, Анастасия следит внимательно, в основном из социальных сетей. Теперь ей представился шанс побывать на строительной площадке стадиона Самара-Арена. Основные работы на объекте сосредоточены на внутренней отделке и монтаже металлоконструкции купола. 52 крана работают, 52 крана, крупно, работают вот на монтаже металлоконструкции. А работают и днем, и ночью? Работают в основном днем монтаж, это дневное дело, ночью делают монтаж тот, который возможен. Вот видите, кран поднялся. И держит, удерживает блок, последний вот, второй. Его надо еще приварить. Этот вот процесс будет происходить примерно дней пять. Смонтировано 67 монтажных блоков из 96-ти. Осталось собрать чуть меньше трети купола. Работы по-прежнему идут в несколько потоков и смен. На объекте занято порядка двух с половиной тысяч человек. Уже летом начнется обустройство газона. Здесь все предусмотрено для комфорта футболистов и болельщиков. На стадионе Самара-Арена для болельщиков будет организовано четыре входных группы. Две дополнительно. Собственно, фанатам придется подняться по этой лестнице, которая ведет на стеллобат. Его длина по кругу составляет почти один километр. Практически на сто процентов завершены бетонные работы, остекление скайбоксов. Анастасия Мыскина спустилась на самый нижний ряд трибуны сектора Д, после чего поднялась на верхний. По мнению теннисистки, стадион спланирован удобно. Места шикарные, обзор поля хороший с любой точки. Здорово. Я на самом деле первый раз на таком объекте, когда в момент строительства. Это очень интересно. Я никогда не видела. Все только слышишь, где-то картинки, но это не то. К главному стадиону Самары будут ввести две новых дороги, которые строятся с нуля. Дальняя и Арена-2018. Это основные маршруты следования клиентских групп мирового футбольного первенства. Движение будет четырехполосным. Пропускная способность – 20 тысяч машин в час. Ведем строительство сооружений земляного полотна, выполненных работ практически 95%. Отсыпку песчаного подстилающего слоя, готовность 50%. И строительство щебеночного основания. В первой декаде июня ожидаем в планируем начать укладку асфальтобетона. Арена-2018, по словам подрядчиков, прослужит без ремонта минимум 10 лет. Параллельно перекладывают все коммуникации – электро- и телефонную связь, а также газопровод. Идет обустройство ливневой канализации. По обе стороны дороги будут тротуары шириной от 3 до 9 метров. Предусмотрено и два подземных пешеходных перехода. Трех секций у нас. Первая секция у нас идет техническая часть. Там у нас насосные камеры и различные служебные помещения. Вторая часть у нас пешеходная зона. Третья часть у нас велосипедные дорожки. То есть получается, что тротуары, которые проезжают здесь, будут велосипедисты, они легко могут попасть на стадион. Общая стоимость работы – 769,5 миллионов рублей. Открыть движение планируют уже в ноябре этого года. Обновляют дороги и в центре Самары. Например, улица Молодогвардейская. Ремонт комплексный выполняется от Невской до Вилоновской. Общая протяженность участка – более двух километров. После укладки выравнивающего слоя выполняется укладка верхнего. То есть слой, который непосредственно будет нести нагрузку. Это будет второй слой из щема. Это специальная асфальтобетонная, щеменочномастичная асфальтобетонная смесь. По своим характеристикам намного прочнее, чем все остальные асфальтобетонные смеси. В рамках этого контракта заменят асфальт не только на проезжей части. В порядок приведут и тротуары, а также скверы. 30-летие Победы напротив Дворца спорта и сквер Галактионова. Там уложат плитку, установят новое освещение. Вообще Самару в этом году охватят самые масштабные работы. До чемпионата остался только один год. На строительство и реконструкцию улиц областного центра будет направлено порядка 14 миллиардов рублей. Это в 30 раз больше, чем 5 лет назад. Останется ли в области талантливая молодежь, от этого зависит будущее любой территории. Перспективы образовательной системы в регионе, России и мире обсудили на встрече губернатор, заместитель председателя Совета по повышению конкурентоспособности ведущих вузов страны и ректор национального следовательского университета имени академика Королева. Как отметили во время разговора, за последние 25 лет в образовательной системе произошли серьезные изменения. Сейчас невозможно просто хорошо делать то, что делали раньше. Необходимы новые идеи, модели развития. Не меняясь, университеты проигрывают в жесткой конкуренции. Роль университета, говорят, на встрече с каждым годом становится все больше. Во многом именно университет сейчас определяет перспективы региона. Останутся ли в области умные и талантливые или уедут в поиске лучших условий, а значит в дальнейшем будут развивать другие территории. Это вызов сейчас для всех хороших университетов Урала, Сибири, Новосибирск, Томск, Тюмень, Иркутск. Я очень часто бываю в вузах. Это выходит на первый план. В общем, это не было такой уж очень актуальной задачей, скажем, 10 лет назад или 5 лет назад. А сейчас это выходит на первый план. И лидеры регионов, не всех ряда, обращаются стали на это очень серьезное внимание. И влиять на университет, участвовать в управлении университета, ставить задачи университету. Понимаете, что это было исключительно министерское дело. Сейчас ситуация сильно сдвигается. Но у нас сам эта тема знакома. За талантливых сейчас идет настоящая борьба. Вузы ищут перспективных абитуриентов еще на школьных олимпиадах. Собственно, для этого они их и проводят. Чтобы лучших сагитировать, учиться именно у них. Расстояние уже не имеет значения. Тот же Томск в свое время активно забирал лучших у Самары. Он понимает, что этот студент потом может стать и очень хорошим преподавателем, и исследователем. То есть, если он молодого парня, условно, 17-летнего себе подобрал, то через 5-8 лет он будет иметь специалиста, который решит очень многие проблемы. И не надо пытаться какую-то школу перетягивать или еще что-то. Это как сейчас мы говорим о футболе. Ну, все, покупается футболист. Да, покупается футболист. Сейчас все понимают, что если мы не будем готовить по-настоящему своих, то система все равно. Всех не купишь. Но, как и в футболе, центров подготовки высококлассных специалистов будет немного. Поэтому конкуренция высокая. Чтобы выиграть, университетам необходимы новые идеи и модели развития. В Самарской области сформировано сильнейшее ядро научно-образовательных центров. Уже работает Центр одаренных детей, два опорных вуза, ТГУ и Самарский технический. Не отстает и медицинский, возглавивший мощный научно-образовательный кластер шести медицинских вузов по Волжье. Национальный исследовательский университет имени академика Королева участвует в программе 5-100. Это так называемый первый эшелон высшего образования России. За последние годы он существенно поднялся в рейтингах и с третьей группой программы перешел во вторую. А это большие возможности. Вот мы с проекторами сегодня разговаривали с ученым советом. Мне кажется, вот по ощущению, я здесь уже третий раз веду такой разговор, большой, стратегический в университете. Мне кажется, атмосфера меняется. По моему субъективному ощущению. Люди слушают, как они смотрят, как они реагируют, какие вопросы задают. Три года назад были одни вопросы, сейчас совсем другие. Андрей Евгеньевич Волков подчеркивает, оценивая прогресс университетов, Совет по повышению конкурентоспособности учитывает многие факторы. Это, конечно, исторический потенциал, нынешнее состояние, публикационная активность, уровень студентов, преподавателей, но и правильная ориентированность на будущее. То есть точное понимание и постановка целей. Конечно, формируется команда, это человек 50-60 таких людей, которые готовы на алтарь развития университета положить свое время, силы, возможности. И за ними формируются уже следующие уровни понимания. Да, мы договорились с Андреем Евгеньевичем, вот у него есть замечательная команда, мы с ней давно знакомы. Мы знаем, что в какой период, буквально, если мы сегодня все определимся, они поработают с нами, проведут несколько стратегических сессий по обсуждению перспектив развития университета будущего. Уже скоро в Самаре откроется и Гагарин-центр, он соберет лучшие умы не только России, но и мира. Инициативу его создания поддержал председатель правительства России. После встречи с Николаем Ивановичем Меркушкиным, она прошла во вторник, Дмитрий Анатольевич Медведев дал соответствующие поручения. Заместитель председателя Совета по повышению конкурентоспособности ведущих вузов России в Самарской области не в первый раз. Он внимательно следит за ситуацией в регионе. Почему, по его мнению, объединение ГОС и РАКОСа было неизбежным? Что нужно университету, чтобы войти в первую группу лучших вузов? Ответы на эти вопросы в эксклюзивном интервью программе «Точки надея». Андрей Евгеньевич, вот сейчас в Самарской области сформирован, на самом деле, очень мощный образовательный центр. Это и вуз участник программы «Пять-100», это два опорных университета, медицинские, возглавляет кластеры шести вузов по Волжье. Вот насколько сейчас конкурентоспособность Самарской области в этом плане становится? Я бы сказал, что она должна быть более конкурентоспособна, несмотря на ту статусную инвестицию. Как вы сказали, «Пять-100», опорники и ведущие вузы медицинские, ситуация не стоит на месте для других вузов. И большинство регионов, включая московские вузы, сильно двигаются вперед. Фактически в сфере образования происходит такая поляризация, меритократия. То есть сильные становятся еще сильнее, качественные вузы получают больше средств. И сейчас за средства приходится конкурировать, они не гарантированы. И судя исторический потенциал Самары, она обязана быть выше в этих рейтингах и в этой конкуренции, чем она есть сейчас. Сейчас на встрече с губернатором вы сказали, что есть перемены, в том числе в атмосфере, в Самарском университете. Вот понятно, что сейчас вуз пришел из третьей группы во вторую, это большой успех. На самом деле это способствовало и объединению своевременной вузов. Потому что после этого, наверное, понимание пришло к сотрудникам и к студентам. Я думаю, что объединение было исторически неизбежно. Не для Самары, а если посмотреть мировые тренды в области образования, сейчас вузы превращаются в комплексные, многоаспектные, многосторонние вузы. Потому что разные области должны обогащать другого. Предыдущая эпоха, последние сто лет, наоборот, была специализация и расхождение. Сейчас интеграция. Поэтому это очень правильный шаг, который произошел в Самарской области. С другой стороны, не все ведь там равномерно. Не везде отличные студенты, не везде экстра-классы исследования. И это вызов для университета, чтобы сохранить свою высокую планку. Для аэрокосмического после присоединения. То есть неизбежно, но это не так легко. Им придется вместе здорово поработать, чтобы выровнять уровень и подняться дальше. То есть получаются положительные перемены в атмосфере. Это как раз этому способствует, что люди сейчас найдут контакты и смогут это делать сообщаем. Да, это неизбежность, но это, еще раз повторяю, довольно нелегко. Все, многие регионы прошли процедуры соединения вузов. Огромное количество. И везде это очень непростой процесс. Если не сошибаюсь, в ноябре-декабре 2015 года вы проводили совещание в правительстве Самарской области. Тогда еще формировались опорные вузы. И тогда была буквально инструкция к применению вузам, как, что делать. То есть на самом деле доступный закон, понятно. Сейчас что делать Самарского университета, чтобы войти в первую группу топ-5? Это очень, я вам скажу, спортивная метафора. В этом смысле, если вы мастер спорта, а хотите стать олимпийским чемпионом, нельзя просто тренироваться больше. Надо по-другому тренироваться. Надо сменить способ. Вот сейчас такой же вызов стоит перед аэрокосмическим или теперь объединенным университетом. Нельзя просто хорошо делать то, что делали раньше. Недостаточно. Надо пересмотреть образовательную политику по-другому. Пересмотреть исследовательскую, инновационную, переопределить отношения, пригласить людей, поднять своих, кто готов работать много. То есть вот это такая корпоративная реструктуризация, обязательные условия для того, чтобы войти в первую группу, как вы сказали. А вы видите перспективы в Самарской области? Я вижу необходимость, а перспективы принадлежат людям. Смогут они сделать это исключительно ни министерство, ни губернатор, и даже ни ректор. Вот будет ли коллектив, ключевых 200-300 людей, считать это своим делом, а не делом министерства, совета 5100 или губернатора? В этом развилка. И последний вопрос, он не касается образования. Вы 11 лет проработали в Самарской области, в Тольятти. Не раз были после этого в Самарской области. Как оцениваете перемены в регионе? Потому что в Чехии вчера восторгались и говорили, что мы не могли представить, что такие работы. А вы, наверное, имеете в виду стадион. Не только стадион, дорога и в целом область. Конечно, я не очень большой знаток города Самары, но то, что Самара нуждается в более классной инфраструктуре, даже не имеет смысла обсуждать. Город должен быть гораздо более привлекательным, чистым, красивым. Даже для университета, чтобы сюда приезжали люди с удовольствием, восхищались этим, интересовались. То есть это не неважный фактор, это важный фактор. Культурная среда, атмосфера. Как люди говорят на улицах. Чисто или не чисто. Есть ли мусор в лесах. Это также важно, как и образовательная и исследовательская политика. Я вижу позитивные сдвиги. Хотя, скажу честно, когда я зимой приезжал, меня поражала, так сказать, не очень качественная уборка снега. Потому что людям не очень удобно ходить. Я вам честно говорю, не очень удобно ходить по улицам. Но вот эти моменты были. Сейчас приятная погода, сейчас очень приятно на все смотреть. Получается, очень удачное расположение Гагарин-центра будет около нового стадиона, где будет соберен новый городок буквально. То есть вы говорите, что это важно для ученых в том числе. Хороший кампус, хорошая среда и хорошая инфраструктура играют сейчас важную роль в том, как живет университет. Это как бы внешняя витрина, привлекательность. И для студентов. Студенты очень важная часть университета, а не только преподаватели. А поддерживаете инициативу создания Гагарин-центра в Самарской области? Я не лицо, принимающий решение в этом направлении. Но мне кажется, любая инвестиция в университет, я всегда буду за это голосовать. Голосовать фигурально. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Безопасность оздоровительных лагерей под особым контролем. Дети должны отдыхать в комфортных условиях. В преддверии сезона прошли специальные проверки. О результатах и выводах в нашем материале. Подготовить детский оздоровительный центр «Тихие озера» к летним сменам уже не успеют. Проверка учреждения показала нарушения на каждом шагу. У меня есть поручение полупреда президента проверить готовность учреждений детских к летней оздоровительной кампании. И вот видите, куда мы приехали. Такое оздоровление. По этой причине лагерь уже не принимал участие в оздоровительной кампании прошлого года. В этом руководство решило, видимо, рискнуть. Но комиссия мнение не поменяла. Пока лагерь будет в таком виде, детей сюда не пустят. Я так и думал, когда ехал сегодня сюда к вам, что если вы в прошлом году не работали, то в этом году мы увидим порядок. Никакого порядка мы здесь не увидим. Я объехал все детские дома и был в некоторых неоднократно уже. Общаюсь с детьми, спрашиваю, как проходит оздоровительная кампания, бываю в этих детских домах в сентябре, после лета. Никто из них не хочет сюда ехать. Решение комиссия приняла сразу. Здесь детям находиться небезопасно. Отдыхать школьников теперь отправят в другие лагеря. Хотя нарушения есть и там, но их обещают устранить до начала заездов. В основном вопросы возникают по противопожарной безопасности. Нет огнетушителей, проблемы с пожарными гидрантами и сухостой на территории учреждений. Вот этот сухостой свежий, если вы посмотрите с руками, мы постоянно ведем на том, чтобы удалять сухостой, чтобы он не представлял опасность для детей. Директор лагеря говорит, сухостой нужен для дела. Они используют бревна для изготовления подделок. В 2010 году за 10 часов огонь прошел по такому лесу в Тольятти. Полторы тысячи гектаров за 10 часов. Понимаете, вы говорите, что вы здесь распиливаете, красите, вывезете на безопасное удаление 10 метров. Проводите там распиловку, готовьте все необходимое, то, что использовать для детей, но не на территории лагеря. Детские оздоровительные лагеря должны были быть полностью готовы к 25 мая. Однако замечания к учреждениям есть и у Роспотребнадзора, и у прокуратуры. Через неделю после рейдов итоги проверок обсуждают на совместном координационном совещании. Большинство лагерей нарушения устранили. Часть в работе. Летняя оздоровительная кампания стартует 1 июня. К приезду детей учреждения должны быть полностью безопасны для своих гостей. То, что мы увидели, говорит о том, что у людей, которые берутся за оздоровление детей в летний сезон, ответственность пока еще недостаточно высока. И для того, чтобы впредь такого больше не было, мы должны сделать все, чтобы выработать систему этой подготовки. Когда мы говорим о том, что мы смотрим эффективное расходование бюджетных средств, это одна задача в рамках карты, задача летней оздоровительной кампании. А другая задача, это все-таки в каких условиях и те дети, которые не за бюджетные деньги отдыхают, мы тоже должны четко себе отдавать отчет и контор осуществлять. Потому что, на самом деле, опыт других субъектов Российской Федерации показывает, что при любом ослаблении контроля из-за этой ситуации, мы потом можем получать очень серьезные последствия. На совещании решили пересмотреть систему контроля. Проверки будут начинать раньше. Требования к лагерям ужесточат. Безопасность и комфорт детей – это ключевые вопросы для властей всех уровней. Крылья Советов покинули элиту футбола в Премьер-лигу. Болельщики до последнего верили в чудо, но команда его не сотворила. На этой неделе губернатор провел совещание с руководством клуба. Как сказал Николай Иванович Меркушкин, цитата, «В кратчайшие сроки необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры». Самара – футбольный город. Крылья Советов должны играть дальше. И для команды не может быть другой задачи, кроме возвращения в Премьер-лигу. Конец цитаты. «Хотя бы не проиграйте», – говорили болельщики. «Постараемся не подвести», – отвечали они. Понятно, что сейчас злых шуток вокруг команды будет много, но, как сказал главный тренер клуба, уже ничего не вернешь. Этот сезон для самарцев изначально не задался. Первая победа только в девятом туре одолели Анжи. После вновь ничьи, поражение и, как результат, отставка главного тренера Франка Веркаутерна. В начале ноября бельгийского специалиста сменил белорусский Вадим Викторович Скрипченко, который ранее тренировал Урал. Перестановка сделала свое дело, крылья заиграли по-другому и, наконец-то, начали забивать. В итоге – громкие победы. В последней игре первого круга над Томью – 3-0. И в начале второго – над лидером чемпионата Спартаком – 4-0. На зимние каникулы клуб и болельщики ушли с приподнятым настроением. Было бы неправильно сегодня говорить о том, что пришел главный тренер, и там что-то так он взял, и как волшебник, как вы сказали в начале разговора, изменил. Я считаю, что нам за короткий промежуток времени с бельгийским штабом удалось найти хорошую коммуникацию, почувствовать друг с другом и сработать на этом отрезке очень продуктивно. В этом отношении у меня никаких нареканий нет. Дальше все развивалось по сценарию любой сказки. Волшебство закончилось, все вернулось на свои места. Опять поражение, ничьи и редкие победы. Но, казалось, трагедии не произойдет. Но не могут самарцы покинуть элиту. И вот он, 30-й тур. Нужна как минимум ничья. Тогда в стыковых поединках еще был бы шанс на успех. Но Терек решил иначе. В итоге 1-3. Гол престижа крылья забили с пенальти на 90-й минуте. Поражение могло бы и не быть столь печальным, если бы не результаты других игр. Арсенал разгромил Спартак 3-0, а Оренбург сумел обыграть Ростов. Ближайшие конкуренты по турнирной таблице не оставили самарцам ни единого шанса. Крылья Советов отправляются прямиком в ФНЛ. Работать над ошибками. Тяжелый день сегодня. И на душе очень тяжело. Конечно же, мы все прекрасно понимаем, в какую ситуацию мы угодили. И понятно, что сейчас уже ничего нельзя вернуть. Хотя все было в наших руках. Во вторник губернатор провел совещание с руководством клуба. По словам Николая Ивановича Меркушкина, ситуация требует глубокого анализа причин случившегося. Для команды были созданы все необходимые условия. Совместно с менеджментом Крыльев Советов был решен вопрос по привлечению в клуб спонсорских средств. Конечно, всегда хочется надеяться на лучшее. Но сегодня мы обязаны признать тот факт, что нужно подниматься. В очередной раз упали, в очередной раз нужно подниматься. Да стыдно, в первую очередь, перед городом, перед болельщиками, да и перед самим собой. Не оправдали ожидания ни своих, ни болельщиков. И второй раз, наверное, вдвойне тяжелее проходить. Немаловажный вопрос, который поднял губернатор на встречи с руководством клуба, это подготовка кадров. Необходимо растить своих футболистов, а не покупать дорогостоящих игроков. Для этого в регионе должны функционировать хорошие спортивные школы. Сейчас для этого создаются все условия. Губернатор дал поручение до понедельника внести конкретные предложения по кадровым вопросам, а также по вопросам организационного и финансового характера, чтобы в итоге обеспечить возвращение Самарского футбольного клуба в российскую премьер-лигу. Временные рамки эфира не позволяют рассказать обо всем подробно, поэтому дальше подборка событий и фактов недели, которые редакция программы «Точки надей» просто не могла упустить из вида. Президент России Владимир Владимирович Путин вручил государственные награды. В среду в Кремле их получили около 30 россиян за заслуги в сфере науки, промышленности, культуры, здравоохранения и спорта. Ордена за заслуги перед Отечеством третьей степени удостоен инструктор-космонавт-испытатель, заместитель командира отряда космонавтов НИИ Центр подготовки космонавтов Олег Дмитриевич Кононенко. Напомню, на его счету три космических полета, последний из которых был совершен в 2015 году. Свою карьеру будущий космонавт начинал на Самарском ЦСКБ «Прогресс». В 2018 он будет представлять Самару в качестве посла Чемпионата мира по футболу. Ваши трудовые рекорды, ратные свершения и творческие триумфы напрямую влияют на успешное развитие нашей страны и будут служить нашему обществу еще многие-многие годы, десятилетия. Люди вашего склада остро чувствуют ход времени и нередко опережают его, увлекая за собой других. Именно так получает путевку в жизнь все новое, все передовое. Обретается слава первопроходцев. Огромное вам спасибо за то внимание и поддержку, которую вы, как президент Российской Федерации, оказываете ракетно-космической промышленности и Центру подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина. Спасибо вам большое. По самым современным технологиям в Самаре открылось первое в Приволжском федеральном округе почтовое отделение нового формата. Процессы автоматизированы, установлены и специальные терминалы, через которые можно узнать вес, стоимость посылки и оформить все документы. Время обслуживания клиентов сократится примерно вдвое. У нас в Самарской области вся работа теперь на новом программном сечении. Еще страна еще не двинулась по почте России, а уже Самар работает. И поэтому у нас самое большое количество отделений такого будет. В этом году мы 16. Если брать, то есть, образно говоря, даже с другими городами, то мы где-то в 5 раз превосходим по количеству будем ввести. Вот в 5 раз больше ведем сейчас в этом году. И в преддверии чемпионата мы до чемпионата успеем где-то, наверное, еще таких 5 отделений свести, то есть открыть нового образца. Окна для юридических и физических лиц разделили. Стало больше и сотрудников. В этом отделении предусмотрена даже примерочная комната. Многие сейчас заказывают одежду на интернет-сайтах. Теперь узнать, подошла она или нет, можно, не выходя из здания. Это отделение обслуживает более 25 тысяч человек. За активную работу в Самарской области губернатор поблагодарил федеральное руководство организации. Новое оборудование, но самое главное новые подходы. Подходы, которые позволяют людям значительно расширить спектр услуг, создадут удобство. Я хочу вас поздравить с этим событием и пожелать коллективу сделать все, чтобы отделение стало потом примером для всех остальных, которые дальше мы будем открывать. Местные жители выразили благодарность главе региона и за другие перемены, особенно благоустройство территории. Губернатор поинтересовался, когда будет проведен ремонт фасада дома, в котором располагается почта. Работы постараются ускорить. Тольяттинская лада завоевала серебряные медали чемпионата России по гандболу. Спортсменки одержали 17 побед в 20 матчах. На стадии плей-офф Тольяттинки обошли «Московский луч» и «Звениградскую звезду», но в игре за первое место уступили клубу «Ростов-Дон». Напомню, в этом сезоне три гандболистки лады, выигравшие золото на Олимпийских играх в Рио, покинули состав команды. Однако это не помешало тольяттинским спортсменкам занять место на пьедестале. Свои поздравления команде тренерам, сотрудникам клуба и болельщикам передал губернатор Самарской области. «Лада на протяжении многих лет делает ставку на своих игроков воспитанниц клубной школы, и это дает высокий результат. Команда завоевывает награды. Лада подтвердила, что у нас одна из лучших гандбольных школ в стране». Работники химической отрасли в это воскресенье отмечают профессиональный праздник. Накануне в Тольятти их поздравил губернатор. Лучшим представителям профессии были вручены награды и присвоены почетные звания. Слова благодарности прозвучали и в адрес тех, кто продолжает традиции. На сцену поднялись четыре династии, которые больше века работают на тольяттинских предприятиях. «За последние четыре года, четыре года, в целом наша химическая промышленность увеличила объемы на 20%. Это значительная сумма. Мы знаем по стране, какой рост объем в промышленном производстве. По области это примерно в четыре раза темпы выше. И, конечно, это результат вашего труда, вашей активной работы. Идет очень активная модернизация сейчас предприятий». Птичий грипп впервые в истории обнаружен в Самарской области. Очаг вспышки зафиксирован в селе Красная Горка Челновершинского района. В личных подсобных хозяйствах погибло 15 кур. Лабораторные исследования отобранных туш были доставлены в Федеральный центр охраны здоровья животных город Владимир, где и был выявлен геном вируса гриппа А. Сейчас в очаге заражения проводятся ветеринарно-санитарные мероприятия. Установлен контрольный пост. Готовность городской больницы имени Пирогова к предстоящему Мундиалю оценил вице-губернатор области. Медучреждение находится в непосредственной близости к фан-зоне на площади Куйбышева и должно быть готово к оказанию помощи гостям чемпионата. Два месяца назад в больнице побывала комиссия FIFA. Недочеты, которые она нашла, уже начали устранять. Причем сделать это предстоит в кратчайшие сроки. На сегодняшний день на закупку нового медоборудования выделено 59 миллионов рублей. На ремонт здания 32 миллиона. На приобретение новейшей системы кислородоснабжения 6 миллионов. Администрация больницы планирует выйти на губернатор области с просьбой включить в смету дополнительные статьи расходов на переоборудование медучреждения. Мы должны в кратчайшие сроки, в течение буквально нескольких месяцев, это привести с требованием времени. В первую очередь, конечно, это для удовольствия наших горожан, для удовольствия саматься. Мы, когда мы говорим и смотрим через призму чемпионата мира, это для нас прежде всего мотив подтянуть качество в данном случае медицинского обслуживания до современных стандартов. В Самарской области побывала делегация Чешской республики. Это как представители власти, так и бизнесмены. Плодотворное сотрудничество им интересно, причем в самых разных отраслях. В том числе в промышленности, IT-сфере, сельском хозяйстве, медицине. У региона удобное месторасположение, есть все условия для развития бизнеса. Область, вы нам знаете, познакомились, потенциал тоже у нас большой. Космосом так и занимаемся. Все рассказали, наверное, пилотируемые все корабли наши. Отсюда, восточный космодром новый. В основном наши специалисты его обеспечивали и стройку, и сопровождение. Наша ракета оттуда новая полетела. Наш спутник, второй спутник, студенческий спутник тоже. Интересно гостям сотрудничество и в сфере автомобилестроения. АвтоВАЗ производит 500 тысяч машин в год, в планах миллион. Сейчас доля завода на российском рынке составляет 20%. Как рассказали гости в том же Тольятти, у них уже есть примеры успешного ведения бизнеса. В прошлом году, по предложению АвтоВАЗа, чешская компания открыла в Тольятти завод по производству свечей заживания. Продукция реализуется как в России, так и за рубежом. В ближайших планах расширение предприятия. Впечатлились гости не только условиями для ведения бизнеса, но и переменами в регионе. Я не собирался ехать на этот чемпионат мира, но увидел, как в преддверии этого события строится ваш город. Я удивлен, какой размах работ. Я теперь хочу на этот чемпионат. Мне очень интересно, какой будет Самара в 2018 году. Пока точки над эр расставлены только в этих темах. Дальше больше. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова